Недельная глава Бехар и Беху Котай Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезай виноградник твой А в седьмой год суббота покоя будет для земли И как же это мы можем понять? Во-первых, суббота для человека Человек соблюдает субботу, шесть дней работы и суббота И Творец дает нам заповедь шесть лет обрабатывать землю Растить деревья, пшеницу, оливковые деревья А потом в шестой год суббота покоя для земли И это заповедь только в земле Израиля Заповедь шмиты, каждый седьмой год запрещено еврею обрабатывать землю Продавать плоды Он может взять в дом на три трапезы, чтобы поесть Но пользоваться ею как хозяин он не имеет права Шмита Отказ от собственности Человек растил это дерево Он сажал саженцы, поливал, обрабатывал А сейчас любой человек может прийти на его участок Срывать плоды, есть так же, как он сам И поэтому те, кто соблюдает седьмой год шмиту Они называются гибборейкох Могучие И для чего же Творец дает такую заповедь? И больше того, если спросишь ты, а что мы будем есть в седьмой и восьмой год? Обещает Творец, что он даст благословение И в шестой год земля произведет урожай на три года Для чего? Чтобы ты знал, что ты не хозяин земли А ты только пришелец Тебе дал ее Творец в пользование Но есть еще одна заповедь Седьмой год нужно отпускать раба Не рабы рабов, сыновья Израиля А мои рабы И это тоже, чтобы ты знал, что только он хозяин Больше того, объясняет Творец Что если человек будет продавать плоды седьмого года Он обеднеет, он продаст свое поле Он продаст свой дом Окажется рабом у евреев А дойдет до того, что он будет рабом у неевреев Почему такое тяжелое наказание? С другой стороны Говорят наши мудрецы, что если человек Не исполняет шмиту седьмой год Весь еврейский народ отправится в изгнание И с одной стороны в Талмуде сказано За три страшных преступления был разрушен первый храм Идолопоклонство, разврат и убийство Но в другом месте мудрецы говорят За нарушение шмиты седьмого года И объясняют комментаторы Так как ты думаешь, что ты хозяин земли Ты имеешь право продавать плоды Тебе показывают, кто настоящий хозяин И разрушается храм И весь еврейский народ отправляется в изгнание Потому что ты не выучил этот урок Земля принадлежит творцу и все ее наполняющее И больше того, с горы Синай мы получаем Также заповедь о Йовеле О пятидесятом годе Подождите Но ведь сорок девятый это шмита А пятидесятый Йовель И также запрещено обрабатывать землю Продавать плоды два года подряд И особенная вещь есть в этот пятидесятый год В Йом-Кипур, Сан-Эдрин трубят шофар И за ним трубят все евреи И все рабы возвращаются на свободу Все земли проданные Они возвращаются к своим хозяинам Что это? Ведь если бы хотя бы один раз У нас не хватило продуктов в седьмой год Кто бы соблюдал эти законы? Это обещает Творец Настоящий хозяин земли Чтобы ты понял Не ты хозяин земли Не ты хозяин раба А ты и твоя земля И все, что сотворено Принаглежат Творцу И я хочу рассказать вам одну историю Притчу Два еврея жили долгие годы Один рядом с другим И вдруг один пришел к Равину И потребовал Равинский суд Что такое? Этот передвинул границу Теперь мое дерево находится у него Моя лужайка у него А тот сказал, это я получил от своих предков И тогда Равин сказал Покажите мне это место Эту землю И что они видят? Равин ложится на землю Пожилой Равин Они говорят ему Вам стало плохо с сердцем? Он говорит Нет, нет, подождите А потом он встал Отряхнулся И говорит им Хаим Ты говоришь, что эта земля Принадлежит тебе Шимон Ты говоришь, что эта земля Принадлежит тебе Я хотел услышать Что сказала земля А она говорит, что и ты, Хаим И ты, Шимон Принадлежите ей Это закон Шмиты И ее Веля Возвращение земли К ее хозяину Это суббота Для святой земли И это наше возвращение На эту землю И она расцветает И это один из признаков Приближения Окончательного избавления Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ